Я хочу вас вернуть в недалекое прошлое, просто к началу этого года. Тогда, когда мы все первый раз узнали об этой эпидемии, об этом вирусе. Естественно, было очень разрозненное знание, очень мало опыта работы с такой инфекцией и так далее. Мы все всего боялись. И даже тогда, когда у меня в республике, скажем так, я буду говорить именно у меня, почему, потому что я стояла на рубежах, информации о том, что это такое и как с этим бороться. Ту информацию, которую скидывал Китай, я понимала, что с ней можно бороться только теми методами, которые четко выполняются именно в Китае. Это было эпидемическое заболевание, и Всемирная организация здравоохранения четко сказала, что это глобальная инфекция, новый вирус, с которым мир действительно столкнулся впервые. Моя задача была как бы донести до нас, до всех, что нам нужно делать в первую очередь. Сейчас накоплено довольно-таки много знаний. Уже как бы мир знает, как бороться, что бороться, что предпринять, что сделать так, чтобы не было распространения этого заболевания. Однако же, вот тех мер, или вернее, тех методов, с которыми боролся Китай с этим заболеванием, у нас в Абхазии никогда не будут достигнуты. То есть наше население не настолько законопослушное, как это было в Китае. На моей практике я знаю людей, которые не только, зная, что они положительные по этой инфекции, они продолжают посещать работу, школу, другие учреждения, особенно центральные рынки, ходят и говорят, ничего страшного, я же не болею, у меня нету никакой симптоматики. Ну, я не знаю, почему мне поставили положительный тест. То есть я хочу вас нацелить на то, что нам с этой инфекцией жить очень-очень долго, только в рамках того, что мы не понимаем, с чем мы столкнулись. А теперь вернемся все-таки к школе. Всю жизнь в Республике Абхазия, и не только в Республике Абхазия, а в зимний-весенний период идет рост обыкновенных, банальных, не говорю о гриппозной инфекции, говорю об острых респираторных вирусных инфекциях. Всегда в январе месяце после новогодних каникул мы принимали меры ограничительного характера. Первично мы закрывали границу по Энгур, почему? Потому что чаще оттуда как бы пересекали, завозилась нам, скажем так, тяжелая гриппозная инфекция. Но в школах очень часто дети начинали простывать, болеть. Естественно, педагог, имея в классе 38-40 детей, не может проконтролировать, чем дети занимаются на переменке. Чуть-чуть где-то вспотели, где-то, извините меня, посидели, выбежали на улицу, вот тебе и острые респираторные заболевания, верхних дыхательных путей. Симптоматика с коронавирусной инфекцией практически идентичная, вы это прекрасно знаете. Так вот, сейчас, в данный период времени, мы профилактируем не столько коронавирусную инфекцию, я не буду говорить о том, что дети легко переносят коронавирусную инфекцию, а мы профилактируем именно острые респираторные вирусные инфекции, которые снижают иммунную систему организма ребенка. Действительно, дети, когда передают друг другу вирус, они потихонечку, да, их организм пытается с ним бороться, но иммунная система организма ребенка очень-очень чувствительна, она не привыкла еще, не встречается с патогенами, скажем так, да, почему мы и вакцинируем управляемые инфекции именно в детском возрасте, чтобы ребенок не болел, чтобы он уже получил своеобразную защиту, специфическую защиту. По коронавирусной инфекциям мы пока что будем вакцинировать, если получим вакцину, мы будем вакцинировать группы риска, и только потом придем к детям. Сейчас я вам еще раз нацеливаю, мы профилактируем острые респираторные вирусные инфекции среди детского населения, чтобы иммунитет наших деток остался на уровне, чтобы они ни в коей мере не ослабли за эти месяца. Скажите мне, пожалуйста, вернемся к нашим школам. У нас тепло в школах, у нас там есть свет, у нас там есть вода, у нас действительно благополучные условия, ради бога. Если вы мне говорите, что там у нас все в идеале, мы возвращаем первый, четвертый класс сегодня. Сегодня я иду к премьер-министру и ставлю вопрос о том, что первый, четвертый класс может вернуться в школы, потому что там благополучная ситуация. Это первое. А теперь второе. В классе должны быть созданы те условия, которые я и говорила, там должны быть не более 20, 18-20 детей во всех классах, которые занимаются, не только в первых классах, а и во втором, в третьем и в четвертом. Взрослые дети, которые уже обучались, скажем так, для них удаленное обучение вполне доступно. Я понимаю, что оно недоступно для детей маленького возраста. Они еще не понимают, что такое школа, что такое педагог и так далее. Но у нас как раз в младших классах педагоги возрастные. Министерству образования и языковой политики я в летний период времени готовила четко 14 пунктов предписания, когда я говорила, что нужно каждому возрастному педагогу подготовить дублера. Когда возрастной педагог заболевает коронавирусной инфекцией, он выпадает из учебного процесса на очень длительный период времени. Если молодой организм коронавирусную инфекцию переносит 14-21 день, ну в среднем, то возрастной педагог, попадая в лечебное учреждение, очень долго находится там, в стационаре, и плюс потом очень долго проходит реабилитацию. Увы, наши дети все равно страдали из-за того, что они могут ходить в школу, но у них нет педагога, потому что дублеров не подготовили. Сейчас мы ни в коем случае не будем уравнивать все школы, как у нас всегда в Абхазии. Стоит разрешить одному, у нас получается, что все должны под одну гребенку. В этой инфекции никогда не бывает всего уравнения. Здесь нужно подходить четко, конкретно по каждому учреждению. Если эта школа готова, пожалуйста. Если этот педагог действительно может, пожалуйста. Но это конкретно каждому и учреждению, и классу. Точно так же каждому детскому саду я бы хотела, чтобы родительский комитет подошел индивидуально. То есть если этот детский сад соответствует каким-то требованиям, там тепло, там дети не болеют, там есть медицинский персонал, который, возможно, будет контролировать состояние ребенка, то, пожалуйста, его можно запустить в работу. Так вот, я бы хотела, чтобы здесь ответственность, что родителей, что, естественно, Министерство просвещения и соответствующих структур была поделена ровно пополам. То есть родители должны понимать, что ответственность за своих детей они несут больше, чем, скажем так, государство в этой ситуации. Государство столкнулось с большими проблемами на сегодняшний момент. Почему? Потому что надо откорректировать так и перестроить всю политику, чтобы всем было и тепло, и не голодно, и не холодно, и в то же время сделать так, чтобы были условия для лечения, и медикаменты были, и врачи были на своих рабочих местах. Почему? Потому что никто в мире не готов был к этой инфекции. Школы закрыты только из-за того, что мы не хотим уронить иммунитет наших маленьких граждан республики на уровень тогда, когда придет сюда гриппозная инфекция, и мы будем взрывать нашу республиканскую детскую больницу. Почему? Потому что ребенок умер от гриппа. Сколько родителей провакцинировало детей от гриппа? Сейчас привезена вакцина в достаточном количестве. Кто из родителей пошел сделать себе вакцину от гриппа? Кто привил своих старших от гриппа? Ведь коронавирусная инфекция имеет точно такую же симптоматику, как гриппозная инфекция. А грипп никто не отменял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова